Эй, привет, ребятки, вам из Португалии, точнее, из самой южной точки Португалии, называется Фаро. Мы выехали сегодня утром на автобусе из Лизбона. Весь путь занимает примерно 3-4 часа, в зависимости от того, как автобус, потому что есть прямые автобусы, есть те, которые проезжают через маленькие города. Да, но мы вот приехали буквально здесь, находимся 15 минут. Пока ничего не могу сказать, но маленький город, посмотрел в Википедии, 58 тысяч человек населения, сразу же океан, мы пока еще не вышли на сам океан. Сейчас вот ищем тут какое-то ресто, может быть, какое-то симпатичное место. У нас всего лишь 5-6 часов, и мы снова возвращаемся, откуда приехали. Если ты в школе учил историю, то, наверное, знаешь, что Португалия, это Испания, раньше была полностью оккупирована маврами и арабами, или, может, одно и то же. И вот здесь, в Фаро, мы нашли цитадель де Фаро, крепость. Здесь сразу же видно, кто наступает, а кто обороняется. А вот она сама цитадель, цитад. Температура примерно плюс 19-20, запах океана везде, повсюду. Здесь очень много рыбных ресторанов, наверное, в такой мы и пойдем. Морской город, не совсем уж порт, потому что вот он, когда, ну, чтобы пройти к океану, нужно проплыть вот эти вот дебры все эти. И там уже океан настоящий. Здесь какие-то неприятные дебры, заросли, мелководье какое-то. Здесь люди ездят на маленьких лодках, чтобы отплыть уже дальше туда. И там уже типа порт или что-то, что-то типа такого. И непонятно, мы вот проходили здесь и видели, люди колупаются вот в этих вот камнях, в дебрях, в этих непонятно, что они там ищут. Может быть, вы знаете, напишите в комментах. Мы в поиске красивых мест и вот проходили мимо этих домиков. Здесь живут местные фаровчане, наверное, или как-то так. Сейчас зайдем, посмотрим. Вот такие вот симпатичные домики, вот в них они живут. Я представляю, как тут летом жить. Пробуем зайти в подъезд, но вряд ли мы, конечно, зайдем, потому что везде есть вход, везде есть пароль. Ну да, тут бесполезно что-то пробовать. Закрыто. Ну, чтобы вам примерно показать, как живут местные. Вот что-то типа такого. Но так же самое здесь очень много одноэтажных домиков, маленьких. Кстати, кто-то там издает военные. Окей, мы идем дальше. Поехали. По пути у нас парк. Жардим до Аламеда. Какой-то парк. Заходим. Может быть, мы здесь найдем какие-то мандариновые или апельсиновые деревья. Мы, когда подъезжали сюда, видели очень много апельсиновых, мандариновых деревьев. И люди прямо возле дороги, как в СНГ, продают картошку, так здесь продают апельсины и мандарины. Вот это крутое изобретение, ребята. Такой сидишь на лавочке и крутишь педали. Опа. Поехали. Только, конечно, не очень удобно. Сел на лавочку и крутишь педали. Классно идет, Аня, да? Сидишь на лавочке и занимаешься спортом. Можно еще семечки, газетку почитать. Вообще отлично. Только плохо, что здесь нельзя регулировать нагрузку на ноги. Так, что у нас еще есть? Лавочки. Тут у нас какая-то непонятная... Непонятные сооружения. Что тут нужно делать? Непонятно. Какие-то барас паралелос. Здесь еще что-то такое. Может, это для собак, а? Ребят. А не для людей. Окей. А вот это вот супер рода де омбра. Что-то нужно крутить, накручивать. А это что такое? Непонятно, что это. Для кого это вообще придумано? Для детей, что ли? Или для... Непонятно. Как она сюда зайдет? Как она выйдет? Вот так вот. А дальше что? Пускаем, и что происходит? Так, это... Непонятно, что такое. Силиндр какой-то. О-ла-ла. Очень интересные здесь сооружения. Непонятно, для чего они. А, ну, павлины ходят, да. То, что здесь ходят павлины, как и в Лиссабоне, это... Это нормальное явление уже. Иди сюда. Ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа. Ципа-ципа-ципа-ципа. Иди сюда. Ципа-ципа-ципа. Иди сюда. Иди сюда. Здесь нашли морских свинок. Морские свинки вместе с кроликами. Эй, как вас там? Ребята, идите сюда. Так, что у нас здесь еще? Какие-то птицы есть. А вот это, ребятки, попугаи. Людей здесь очень мало. Такая же тенденция в Лиссабоне. Не знаю, то ли все какой-то выехали, то ли не сезон. Наконец-то мы нашли апельсины, мандарины. Сейчас будем тестировать. Привет вам с мандаринового города. Фаро. Так, еще нужно парочку взять. Мы начинаем тестировать супер продукт, который только что нашли. Это непонятно, что это. Это и не апельсин, и не мандарин. Наверное, похоже что-то на гейфрут. В принципе, съедобная штука. Но не сладкий мед. Далеко не сладкий мед. Обычно во всех городах на возвышенности находится какой-то замок. Или что-то такое помпезное. Здесь же школа, лицей. Аня говорит, что это собачий город. Количество собак равно количеству людей здесь, которые мы увидели. Неизвестно, конечно, куда все делись, но... Так как окна что-то есть там, да, какие-то движения. И вот интересно то, что на окнах есть вот такие клетки, в которых живут либо попугай, либо еще что-то. Это не первый раз мы такое видим. Попугай, да. И собачки такие пушистые. Фаруэ это спокойный городок, где такое все размеренное, где люди ходят медленно, общаются там, выгуливают своих собак. Наверное, молодежь, конечно, отсюда часть уехала в Лиссабон или в другие города на учебу, на работу. А здесь люди такие вот уже, которые чего-то, может, добились, чего-то, может, и не добились. Проводят свои дни, ездят на своих машинах, смотрят на бриз океана, который тут недалеко. И вуаля, пьют вино, вино верде или верде вино, верде вино пьют. Кто знает, поймет. И, в принципе, все. Здесь такого, конечно, здесь нету такого, что-то такого бум, ради чего сюда стоит приехать, посмотреть этот город. Здесь все умеренно. Просто вот если кто-то хочет умиротворения, то здесь ты его найдешь. Это 100%. Вот так португальцы празднуют Рождество, точнее, португальские дети. Здесь какой-то, крутишь барабан, они что-то выигрывают, какой-то номерок, и потом на елке, а потом на елке забирают свой подарок. Здесь несколько живых улиц, это одна из них, где находятся все коммерс, все бутики, рестораны и все известные места. А остальные улицы это тишина и умиротворение. Уже шесть лодок, которые полностью сгнили, вон лежат. Мы насчитали шесть, но и вдалеке еще несколько. Зашли в рыбный ресторан, здесь, прямо возле порта. И тут такая же ситуация, как во Франции. То, что они работают определенное время. С 12 до 2 или до 3. И потом открываются вечером, часов это с 6 или 7. Есть интересное блюдо, которое нам посоветовали, называется фиш катаплана. Вот ее мы будем пробовать. Так, наконец-то мы нашли нормальный ресторан, где парень русскоговорящий, который нас обслуживает, нас подсказал, что нужно брать. Мы заказали такую, как бы, традиционную еду, которая называется катаплана, из морских фруктов. Ну, это морские фрукты, имеется в виду рыба, там, всякие крабы и всякое такое дело. Сейчас Наня покажет. Ну, как тебе? Глупо. По крайней мере, пахнет не глупо. Катаплана – это блюдо из морских продуктов. Так же само к нему идут рис. И обязательно фриты. Без этого никак. Засиделись мы здесь надолго, так как было очень много еды. Но мы ее осилили. Очень вкусно. Познакомились с парнем, которого зовут Денис. Сам он из Украины. Значит, он нам рассказал то, что здесь в Фаро средняя зарплата примерно 1000 евро. На жилье где-то примерно 300-400 евро уходит. Так что, вот такие тут расцены, такие цены. А так вообще великолепно. Классный климат. Очень много хороших вещей. Но мы так и не доехали. Мы так и не доехали до тех пляжей, до тех красивых мест, которые мы видели на картинках. Будет повод вернуться сюда еще раз. Посмотрите места. Вы, ребята, подписывайтесь на канал. Задавайте вопросы в комментариях. Всем хорошего. Аля Бхушен. Подписывайся на мой канал. Ставь лайк. Пиши коммент. Миссё Дам. Аля Бхушен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...